Ух-ух, обложился я всякой продукцией, мой друг. И эта продукция у нас от компании Hookah Estate, либо Estate Device. И давайте мы посмотрим сегодня, что у нас здесь будут выпуски. Я напомню, что выпуск спонсоровский, и всю эту продукцию, которую здесь вы сейчас видите, мы с вами разыграем. И это очень здорово. Это значит, что ты можешь этот выпуск прям досмотреть, зная, что хоть что-то ты отсюда доурвёшь. Давайте разбираться, что это такое. Это абсолютно новая компания на рынке. Занимается она аксессуарами, именно что касается в подразделении для кальяна. У ребят также есть кальян, который мы тоже посмотрим, соберём и его тоже разыграем. Есть плитки, есть щипцы, есть мунштуки, есть шланги. А самое главное, есть кетчеры. Так что очень интересно. Давайте, наверное, начнём с более интересных вещей. Да, это кетчеры. А вообще они называются по-разному. Кто-то их миласа-уловители, миласа-киллеры, миласа-хуиласа называют. Здесь просто кетчер. Я на самом деле не очень их люблю. Вообще любого производителя я просто не понимаю, нахуя вам нужен, если можно кальян помыть. То же самое и в кальянах. Но это естественно, что табак проваливается в колбу. Если вы просто объясните это гостю, он не будет об этом возникать. Так что, ну, возможно, кому-то кетчеры спасают жизнь. У нас есть две штуки и две штучки мы с вами разыграем. Что вообще идёт в комплекте? Так, я сейчас всё вытащу. В комплекте идут две резиночки. Да, мы сейчас на одном кетчере покажем. Вот тут у нас есть чёрный. Чёрный сделан из алюминия. Он полегче. Это одна из родновидностей кетчеров. То есть, одну мы резиночку засовываем вот сюда и крепим это на кальян. А вторую крепим вот сюда и цепляем сюда чашку. И весь сок, который скапывает с вашего табачка по шахте, теперь этого не делает. Да, ебать, я сделал открытие. Вы же этого не знали. Внутри нас ждёт вот такая вот незамысловатая конструкция. Эта, конечно же, часть тоже откручивается, чтобы было легче всё это помыть. То есть, блядь, ведь гораздо проще всё это разобрать, помыть, высушить, собрать, чем просто ополоснуть колбу. Короче, есть вот такой вот расцветочки. Я думаю, очень прикольно выглядит. И есть у компании Estate Device из нержи. Нержа здесь очень качественная. И это не краска. То есть, многие мне писали, бля, краска облупится, не облупится. Короче, и это не краска. Это какое-то супернанесение, напыление. И оно, типа, будет держаться всю жизнь. Также здесь среднячок тоже из нержи. Это у нас вот такие вот штучки от Estate Device. Довольно-таки крутые. Ну, кто их любит задрачивать, да, им круто фортанёт, если они это всё выиграют. А идём дальше. У нас есть три пары щипцов. Называются они Kraken. Щупки-щупки, да? Я хочу, чтобы ты обратил внимание на то, как это всё упаковано индивидуально и здорово. При этом это стоит копейки. Как бы ни было, это стоит копейки. И тут ты начинаешь задумываться, блядь, упакованно охуенно. Качество за копейки охуенное. Нахуя мне переплачивать за какие-то супердорогие бренды? Ты понял? Поэтому давайте смотреть, что у нас здесь за щипцы. Есть золотые. Они тоже выглядят очень здорово. По форме они вот такие вот. Типа кинжаликов, сразу предупрежу. Те, кто собирается вот такой вот формы щипцы провозить с собой куда-то на отдых в ручной кладе, можете с ними попрощаться. Потому что их расценивают как холодное оружие. И скорее всего у вас их просто заберут. Поэтому, если есть возможность, давайте в багаж. Либо покупайте щипцы, которые не такие острые. Потом у нас есть эстейт. Вот такая вот моделька. Типа, блядь. Короче, контрстрайк, ёбаный скины, короче. Ну, так, да? Скажу вам сразу. Я себе оставил, конечно же, всего по одной штуке. И вроде удобный. Ну, да. В принципе, нахуя удобство, если ты, блядь, эти угольки вот так вот положил. И больше, в принципе, к ним не прикасаешься. Поэтому, ну, есть задроты, есть эстеты, которым это очень важно. Поэтому для эстетов, которые вам очень важны, обратите внимание на вот эти вот вещи. И есть третьи щипчики. Они у нас чисто в таком вот градиентно-темно-сине-фиолетовом сделаны. По качеству, как я и говорил, качество вроде хорошее, но всё равно немного хлюпковатые, гнутся. И, наверное, где-то через пару месяцев, может, даже через полгода, если вы их будете прям активно вот здесь сжимать. Как и, в принципе, любые щипцы, они у вас здесь треснут. Я как бы рассказываю про продукцию, но при этом, ребятки, наёбывать вас не собираюсь. Так, да? Мунштуки. Есть вот такой вот мунштук. Я не помню, на что он похож. На ионовские вроде мунштуки. У него полностью здесь силиконовая насадка. Он вот такой вот синенький, плюс нержуха. Выглядит здорово. То есть, в плане удобно. Силикон не такой прям пиздец мерзкий. Бывает, что просто держишь и неприятно. Здесь вроде более мини. Также всё это красиво упаковано в индивидуалочку. Ну, для тех, кто искал вот такие вот плиточки. Charcoal Burner. Это плитки от компании Estate Device. Я вам сейчас покажу. Короче, если вы курите дома и максимум вы греете за раз, ну, 4-5 угольков, то эта плиточка вам будет реально идеальна для дома. Потому что она не такая большая. Здесь маленькая спиралька. Она очень быстро нагревается. И когда вы ложите сюда 4-5 угольков, то получается, что у вас не остаётся свободного места на спирали, как, допустим, на классической квадратной плитке златки, да, допустим. Когда большая часть спирали просто греет воздух. Здесь же всё немного попроще. Здесь есть, типа, инструкция, гарантия. Так, коробка пустая. И вот такая вот плиточка. Ножки я ещё не устанавливал, короче. Есть вот такая вот крышка. И есть вот такие вот щипуньки. Им, кстати, тоже можно спокойно использовать, чтобы доставать уголь. А можно как-то... Короче. Бля. Да, 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 вот тупо, если вы не знали. А, вот. То есть можно вот так использовать. Типа. Бля, ебать. В 20-е, уже 21-й почти год я дава объясняет, как пользоваться плиткой. И нихуя не догоняет при этом. Просто вообще не шарит. Короче, ну, я вам порекомендую вот эту хуйню, в принципе, нахуй выкинуть и ложить угли уже на саму спираль. Потому что, блядь, какая разница, да? Ну, это просто лишнее задрочество. Всё, оп, угли накидал, оп, взял, положил, всё, кайфуешь. В принципе, ничего сложного нет. Я это всё упакую, ты не переживай. Ну, теперь к нашему кальяну Estate Hooka Signature. А идёт он вот в такой вот чёрной коробочке. И не подумайте, что это какая-то ссылка к кальянам Hooka Time и прочее, да? Давайте его откроем, соберём. Я, на самом деле, его даже не смотрел. Потому что я люблю оставлять какие-то вещи, чтобы прям удивиться вместе с вами. Либо, наоборот, сказать, фу, блядь, хуйня, 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 хуйня. У нас здесь есть вот такой вот шланг. Я вам его открывать не буду, показывать тоже. Потому что зачем это делать? Вот такое вот блюдце по диаметру очень большое. Толстое, крепкое, с хорошим углом блюдце. И уголёчки у вас с него явно не убегут. И я тут вижу то, что вам, скорее всего, очень понравится. А если вы думали, что здесь какой-то дешманский кальян, как и я когда-то об этом думал, пока я сейчас не поднял блюдце, то я вас разочарую. Здесь кальян вроде прям качественный, качественный. Основание из нержи. По основанию мы сразу можем понять по нестандартной продувке. Вот это, скорее всего, всё раскручивается. Но мы этого делать не будем. Потому что есть вероятность, что потом, да, своим умом это не закрутит. Да, смотрите, основание очень тяжёлое. Шарики уже внутри. Так, резиночка раз, резиночка два. Первую снимаем. Здесь у нас также идут в комплекте щипцы. Точно такие же, но в металлическом цвете, без градиентов. Так, идёт декоративная шахта из кучи просто элементов. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, как бы это всё не рассыпать сейчас. Так, ребятки, ребятки. Так, давайте я лучше всё это разберу и сейчас это всё плавненько соберу. Блядь, сука! Не получилось. Так, идём, у нас есть основание, есть вот эта штучка. Смотрите, мы её накручиваем. Потом, скорее всего, потом, блядь, вот эту штучку. Где ваша мать инструкция, блядь? Я ж нихуя не понимаю. Короче, блядь, реально нужна инструкция. Короче, вот так вот она выглядит. И выглядит она очень здорово. Допустим, ладно, окей, блядь, собрали. Реально, да, ребят, а кто не знал, я реально туплю при сборке кальянов. Особенно, когда у них очень много деталей. Вы не поверите, когда я первый раз собирал кальян от механики с моделью Steam, я просто охуел. Так, что у нас по погружной шахте, то она здесь есть диффузор. Диффузор съёмный, из нержи. Есть отверстие и очень крутой. И, в принципе, шахта тоже очень тяжёленькая такая. Так, в принципе, вот так в целом это выглядит. Я думаю, очень здорово. Получше, чем то, что есть сейчас на рынке в разы. Так, с шахтой мы разобрались. Есть вот, бля, ну это просто кайф. Это просто кайф. Тяжёлый, охуенный мундштук. Просто кайфуха. Так, есть резиночка, есть коннектор для шланга. И, в принципе, всё, да. Вот мы и разобрались. Конечно, я всё это вырежу, подрежу, чтобы вы не считали, что я прям вообще конченый тупан. И нихуя в этом не разбираюсь, как всё это собирать. Ну что, давайте подведём маленькие итоги по компании ST-Device. Я вам скажу так. Это стоит по факту копейки, но качество очень хорошее. Учитывая, что, в принципе, всё делается в Китае. Но что-то продаётся дороже, потому что производитель так захотел. А что-то продаётся дешевле, потому что производитель другое захотел по-другому. Поэтому давайте мы с вами это всё разыграем. Я вам точно не могу сказать, сколько здесь будет мест. Но всё, что вы сейчас видите, в том числе и кальян, мы разыграем. Что нужно сделать? Сделать, в принципе, ничего такого прям не надо. Первое. Подпишись на мой канал. Открой у себя вкладку на канале, чтобы я мог посмотреть, на какие каналы ты подписан. Это всё делается в настроечках. Оставить комментарий по поводу аксессуаров Хука Эстейт под этим видео. Включить уведомления. И самое главное, поставить лайк. А победителя мы выберем уже в следующем видео. Победителей выберем уже в следующем видео. Просто списочком. То, что выиграл. Ваша задача будет посмотреть следующий выпуск. И найти себя в победителях. А я напомню маленькую информацию, чтобы в дальнейшем у нас не было проблем. Всё, что вы выиграете, отправляется за ваш счёт. Вы платите за доставку сами. Есть на это причины. Поэтому, пока-пока. Это был Эстейт Хука. Желаю всем удачи в конкурсе. Это был Дава Дым. Подписывайся на мои социальные сети. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok